Беседа святителя Затаусова Притча 19 глава Наследуйте царство, уготованное вам от создания мира Матфея 25 глава Если одолжишь человеку, бывает иной раз так, что он не отдаст долга Не захочет даже видеться с тобой А Бог, получив долг в лице находящихся преимущественников и бедных Не только отдает и возвращает долг, но и делает взаимодавцев наследниками Говоря, приведите благословенный Отца Моего Наследуйте царство, уготованное вам от создания мира Когда уготовил Господь? Когда? Когда ты благотворил в церквах и храмах мучеников Когда праздновал память святых Когда ты раздавал хлеб бедным Когда ты нищих принимал в свой дом Когда ты бедных снабжал одеждою Когда ты посещал больных и находящихся в темнице Тогда я приготовлял царство И смотри на величие милосердия Никакая добродетель не ценится так, как оно Не сказал, что сохранили девство ради меня Ничего такого не сказал Ибо я алкал, и вы дали мне есть Великое девство, и пост, и прочие добродетели Но они меньше милосердия Соблюли девство и неразумные пять дев Но так как они не имели милосердия То остались вне брачного чертога Пять мудрых вместе с девством имели милосердие Поэтому вошли в брачный чертог Опять неразумных сохранили только девство Надеясь через него войти в Царство Небесное Но не приобрели никакой другой добродетели Ни милосердия, ничего другого Поэтому Господь говорит им Отойдите от меня, не знаю вас Поэтому и названы неразумными Что сохранили только девство А не имели милосердия Многие из находящихся среди нас людей Будучи пленены плоти И порабощены обстоятельствами настоящей жизни Полагают, что затем ничего не будет И ссылаясь на большее человеколюбие Говорят, что нет ни наказания, ни мучения Так вот, если Бог человека любив Таков он и есть действительно То непременно, то все непременно Он и праведен А если же праведен То каким образом не было бы справедливости Чтобы подвергнуть наказанию Был подвергнут наказанию тот Кто, насладившись сначала тысячью благ Потом совершил достойное наказание И не сделался лучше ни от угроз, ни от благодеяний Ведь если вникнешь в правду Вникнешь в правду То найдешь, что по силе правды Нам скорее следовало бы С самого начала и тотчас же быть наказанными И даже было бы человека любиво Если бы мы потерпели и то, что не случилось И то, чего не случилось Если кто обижает ни в чем не повинного То по закону правды несет ответственность А если кто не только обижает Но каждодневно своими поступками Огорчает благодетеля Оказавшего тысячу благодеяний Единственно по своему побуждению А не по воздаянию за полученное добро То какого он будет достоин снисхождения Как скажи мне Ты не страшишься, произнося такую дерзость Утверждая, что Бог человека любив И не наказывает А если накажет То по твоему окажется уже не человеколюбивым Почему же, скажи мне Ты согрешая Не желал быть наказанным Разве он не предупредил тебя обо всем Разве не угрожал Разве не вспомоществовал Разве не совершил многого для твоего спасения Если злые не наказываются То иной, быть может, скажет Что и добрый не увенчивается Безвые удоставились одного и того же Аминь Ради всех, Господь Добавил субтитры